простыми словами и красивыми кадрами об актуальном и стильном это beauty time на 31 всем здравствуйте в какой-то момент с появлением моды оверсайз объемные пальто пуховики одеяло и шубы из искусственного меха они вытеснили с модного горизонта все натуральное но к счастью а производители дизайнеры которые работают именно с натуральным материалом они вовремя подтянулись и предложили тоже ультрамодные модели из натуральной овчины и как раз сегодня речь пойдет о дубленках даже намеренно я не употребляю это слово потому что дубленка ассоциируется с чем-то таким ну может быть консервативным не очень современным не очень актуальным на данное время но я сегодня расскажу о дубленках которые именно соответствуют всем правилам всем требованиям сегодняшней моды как и все прочие предметы верхней одежды дубленки отличаются друг от друга не только фасоном и цветом но и материалом а точнее сырьем из которого они создаются и сегодня я расскажу именно об этом вот это сырье называется меринос но многие знают что и бывают шапки и трикотажные модели из мериноса а это собственно сама овчина водится эта порода в испании и отличается таким гладеньким как велюр мехом модели из него получается очень легкими если сравнивать с нашей известной цигейковой шубой вот здесь такой же полированный мех но он при этом очень мягкий и очень легкий многие модели дубленок двусторонние в зависимости от настроения и погоды можно надевать ее ворсовой частью внутрь и тогда она станет более теплой или же мехом наружу в некоторых случаях это выглядит остро и экстравагантно может быть помнит кто-то такое название как пропитка раньше говорили пропитка на дубленке такие которые имеют вот такой вот гладкая кожаное покрытие у специалистов это называется покрытие silk то есть шелк она водоотталкивающие она исключает засаленности то есть такое износостойкое можно так сказать не пачкается очень долго и тоже очень приятная на ощупь шкуры из которых шьют дубленки могут быть окрашены в любые оттенки и даже принты это сырье называется тоскана танкорунная тоскана это порода козочек названная в честь известного региона в италии потому что именно там водится а правильным воздухом дышит правильную водичку пьет и правильно питается и потому получается такой вот она легкой тонкой и пушистой а в этой модели мех комбинированный основа это тоскана а вот эта аппликация выполненная из меха керли о нем пойдет речь далее сырье для керли родом из южной монголии где выращивают овец редкой породы колган для таких моделей отбираются шкурки только молодых ягнят густой сильно вьющийся мех завитком очень хорошо держит тепло смотрится очень трогательно напоминает какие-то мягкие игрушки при этом это легкий натуральный материал удобно пользоваться карманами потому что очень часто бывало такой раньше что когда модель двусторонняя то на одну сторону есть карманы на другую их нет либо они вообще полностью отсутствуют здесь очень продумано что эти карманы их можно вывернуть и они будут функциональными как на гладкую сторону так и на меховую а это модели из породы астроган характерной особенностью которой является очень кудрявый мех с густым подшерстком шкурки тщательно обрабатывают а затем коротко стригут что касается дизайнов то на сегодняшний день производители предлагают все самые популярные модели верхней одежды это куртка авиатор парка пальто оверсайз и конечно же хит сезона куртка рубашка или пальто рубашка если мы к началу зимнего сезона приобретаем новую пару обуви то в середине зимы обычно замечаем что сапожки или ботиночки или ботильоны выглядят уже не так чтобы продлить срок службы обуви чтобы она была не только теплой но еще и эстетически привлекательной необходим правильный уход этой теме посвящен цикл сюжетов которые подготовила съемочная группа beauty time и сегодня мы как раз стартуем с темы домашнего ухода за обувью каждому из нас знакома ситуация когда любимые туфли слишком быстро приходят негодность все дело в неправильном уходе каждый материал из которого изготовлена обувь требует особого отношения разобраться во всех тонкостях нам помогают эксперты известных обувных мастерских алексей гасий алексей бурлуцкий и инна калашникова два таких больших типа это кожи туда можно отнести гладкие кожи кожу рептилий всеобразных и замшу замша нбук велюр что касается ухода в домашних условиях то замша это обязательно уход в первую очередь на сухую лучше ничего не делать дождаться пока замша высохнет не рекомендуем сушить очень категорически запрещаем даже так сказать сушить на батареях потому что идет очень сильное сушение кожи и деформация обуви то есть температура должна быть примерно комнатной после того как кожа или замша просохли после дождя и слякоти можно приступать к чистке обуви ворсовые виды материала не требуют нанесения чистящих средств загрязнение убираются щеткой разные щетки в зависимости от того насколько замша грубая опять же либо мягкая принимаете решение какую щетку взять почистить ее можно и против ворса и по ворсу чтобы снять уже остатки загрязнения без всяких наполнителей никакого воска никакой там пропитки не должно быть если засаленные места то есть вот такая вот каучуковая часть щетки можно даже по кругу где-то вот хорошенько прочистить как правило грязь остается наверху если ее туда не втирать и она легко уберется для удаления загрязнений с кожи специалисты советуют использовать очистители или бальзамы наносим на пляпочку какую-то ветошь небольшое количество круговыми движениями делаем очищение все это дело протерли от загрязнений поставили подсохнуть как только обувь очищена от загрязнений замшевое изделие необходимо обильно пропитать мы берем водоотталкивающую пропитку на расстоянии 25 30 сантиметров пропитываем и не носить ее на в одно определенное место а делать распыл такой хороший лучше делать это несколько этапов чаще и расчесывать ворс поднимать его прошли допустим по улице неизбежно где-то там загрязнили попала пыль там влага высушили расчесали ворс пропитали все больше ничего для ухода за замшевой парой делать не нужно а вот уход за кожей требует больших усилий помимо водоотталкивающих пропиток используют воск или крем для того чтобы кожа была увлажнена и сохранила свой внешний вид крем нужен для того чтобы защитить от влаги и создать внешний вид обуви питательный крем выбирайте пожалуйста по составу в котором будет пчелиный воск и много других замечательных масел всегда чтобы кожа была чем-то увлажнена пропитана берем небольшое количество крема и на очищенную кожу наносим крем слой должен быть небольшой не надо размазывать это как там солдатские башмаки гуталином завершающим этапом в уходе за кожаной обувью является полировка изделия ее необходимо выполнять широкой щеткой с длинным ворсом нужно такого четко четко обязательно должна быть натуральным ворсом в щетине образуется температура определенная эта температура растапливает верхний слой воска и тем самым забивает поры у ботинка для того чтобы опять же влага не поступил чтобы минимизировать попадание солей и загрязнений существуют всевозможные пропитки водоотталкивающие разных производителей обязательно новую пару перед эксплуатации нужно обильно пройти водоотталкивающей пропиткой и проходить периодически не носить одну и ту же пару обуви несколько дней давать ей восстановиться давать ей просохнуть отдохнуть идеальный вариант будет если хранится она будет этот весь промежуток на формодержателях кожа когда пересыхает она неизбежно поднимает чтобы такого не было хранить обувь на формодержателя также не давать пересыхать важной составляющей для сохранения долгой службы изделия является правильная консервация то есть хранение обуви в те сезоны когда она не используется хранить ее чистой что замшевую обувь что кожаную обувь хранится именно она должна чистая они подготавливаться к сезону если пара хранилась в таком вот состоянии она также пересыхала потому что они нету она не пропитана никакими не кремами не восками ее приносят говорит вот пожалуйста подготовьте ее к лету это неправильно правильнее данную пару приносить наоборот сентябрь октябрь когда вы ее сняли мы сделали все дальше она у вас хранится ждет своего какого-то периода летнего сезона правильная чистка уход и аккуратно эксплуатации обуви помогут сохранить ее на долгие годы однако с некоторыми проблемами и загрязнениями справиться в домашних условиях невозможно в таких случаях следует обращаться к профессионалам но эта тема для отдельного разговора один из трендов современности который прослеживается и в моде и в искусстве и даже в маркетинге и рекламе это мульти дисциплинарность это когда смешиваются не просто жанры но и разные сферы жизни для того чтобы произвести нужное впечатление и вызвать необходимые эмоции считается что современный человек испытывает недостаток эмоции а потому никого не удивить уже просто спектаклем просто выставкой или просто покупкой в магазине нужно все это преподнести так чтобы эмоции было очень много от происходящих процессов а так в челябинске в рамках выставки посвященной искусству и творчеству сальвадора дали проходят два мастер-класса по автоматическому письму и по автоматическому рисунку подробности в нашем сюжете оказывается наша фантазия и образное мышление это то что можно в себе тренировать повышая тем самым уровень своей креативности это можно сделать с помощью автоматического письма и автоматического рисунка в рамках выставки сюрреализм это я в челябинском музее изобразительных искусств проходят мастер-классы посвященные этим техникам кстати в 20-е годы прошлого века в париже были популярны так называемые игры сюрреалистов художники и поэты переосмысливали применительно к творчеству теорию зигмунда фрейда искали средства выражения в текстах или на холсте своих сновидений и других проявлений бессознательного вот такие вот сюрреалистические игры которые мы сегодня проводим они вообще были очень популярны в кругу именно сюрреалистов они помогали как бы расширить сознание проработать фантазию да и найти какие-то новые скажем так идеи образов для своих работ когда ты отпускаешь свои мысли и даешь волю своей руке так скажем подсознанию очень интересные вещи попадают на бумагу и ты как-то начинаешь смотреть более абстрактно что ли и какие-то свои мысли нынешние безусловно находишь отражение в рисунке но с другой стороны что-то подсознанным из подсознания более глубинное тяжело неимоверно давать выходить вот этом сюрреализму из себя автоматическое письмо и живопись это для меня что-то уникальное так скажу и самое классное это было то что погрузившись свое сознание в эти глубины тебе нужно умудриться так сказать достать оттуда самое ценное человек старается писать быстрее чем работает как бы его мозг у него нет времени на то чтобы одну обдумать каждую фразу поэтому вот и всплывают такие вещи из подсознания которые он как может быть даже сам того не осознавая да у него они есть эти мысли и благодаря тому что у него нет времени на то чтобы задуматься обдумать все они как раз такие вещи они всплывают основа этих рисунков непроизвольные линии созданные расслабленной рукой или даже не рабочей рукой или же вовсе с закрытыми глазами затем участникам игры предлагается увидеть в этих линиях какие-то образы и доработать их уже осознанно с помощью цвета когда мы рисовали закрытыми глазами там особой сложности нет да ты по наитию ведешь ведешь главное понимать где заканчивается лист бумаги так скажем да чтобы не промазать а когда мы с открытыми глазами вели особенно правой рукой твоего подсознания вернее не подсознание твой мозг постоянно дает команды что рисовать но грубо говоря ты подумал там о погоде ты начинаешь рисовать снег да там подумал не знаю а время это начинаешь рисовать часы поэтому вот действительно вот этот контроль твоего мозга над твоим подсознанием он очень сильно дает влияние вот когда ты уже допустим я правша просто и когда мы уже рисовали левой даже рукой уже такого контроля не было потому что начинает работать другое полушария и ты уже не так подвластен потому что рука ведет и ведет это как раз рисунок которым зарисовали с закрытыми глазами для меня почему-то вдруг возникла картинка рождества то есть богородица с младенцем рыба как символ христианства и ягненок как место такое знаковое что это ясли вот у меня так получилось я вдруг увидела в этой картинке было не трудно просто главное нужно слушать в этот момент слушать себя и рука делает остальную работу за вас а потом уже по по итогу работа поддается такому собственному анализу где ты в дальнейшем выделяешь те вещи которые для тебя наверное где-то также глубоко создать не самые важные на этом рисунке как как вы видите да эскиз сначала абсолютно бесформенные какие-то каракули можно но я вот увидела какую-то сказочную птицу разукрашивали мужа осознанно безусловно подбирали цвета у меня получилась вот такая сказочная птица до крылья непосредственно сама птица какой-то хохолок у нее тут зеленый и я увидела в своих так скажем эскизах если можно так сказать то это пальцы рук которые пытаются ее поймать но птица успешно ускользает и не попадается в руки кому-то не знаю кому я увидела как копье пронизывает не знаю цапля это ну в общем какая-то птица и это река крови выливается на руку вот что-то такое что-то связано с природой человеком и уничтожением наверно каких-то живых существ когда подсознание выражается в графических каких-то изобразительных линиях и это соединяется с твоей внутренней подсознательностью и образами это тоже ну заряжает тебя и ты какой-то такой окрыленный становишься что да что ты художник поначалу участники мастер-класса еще цеплялись за логику и пытались найти рациональное в своих действиях но уже к середине произошел прорыв и удалось открыть в себе способности говорить или скорее выражать на бумаге свои чувства после такого эксперимента в работах сальвадора дали обнаруживаются новые смыслы и ассоциации кстати в этом и есть ключ ко всему современному искусству которое не стоит пытаться понять а важно научиться чувствовать когда-то давно период распада советского союза на смену парикмахерским где работали тетеньки в белых халатах пришли салоны красоты с элегантно одетыми администраторами и новым уровнем сервиса в наши дни формат оказания таких услуг он тоже меняется и совсем недавно мы узнали о таком формате как beauty coworking это салон красоты полноценный салон где нет штатных сотрудников а все рабочие места сдаются по часовую аренду как это работает давайте посмотрим всем привет я любовь основатель beauty coworking stories это пространство для мастеров индустрии красоты мы предоставляем оборудованные рабочие места с по часовой арендой каждый специалист может принимать здесь своих клиентов не задумываясь о бытовых мелочах здесь у нас места для визажистов и бровистов в данный момент стилист проводит консультацию по колористике это места для мастеров маникюра мастерам мы предоставляем фрезер лампу и пылесос также у нас есть сухожар для обработки инструментов но если вы предпочитаете работать со своим оборудованием вы можете воспользоваться просто рабочим местом свои личные вещи инструменты и расходные материалы вы можете оставлять на длительное хранение в локерах здесь у нас работают лэшмейкеры прависты и другие специалисты которым необходимо пушетка стоимость аренды рабочего места входят одноразовый набор он включает себя шапочку маску и одноразовую просто здесь у нас работают парикмахеры они могут воспользоваться креслом зеркалом этажертой мойкой стерилизаторами также всем арендаторам мы предоставляем одноразовый комплект включающий в себя полотенце пенюар и воротничок те кто предпочитают махровые полотенца могут ими воспользоваться для красивых фотографий мы предусмотрели фото зону здесь вы сможете зафиксировать результат своей работы а еще наше пространство легко трансформируется в лекторий здесь вы сможете обучать и обучаться это beauty coworking stories мы в самом центре города на воровского 11 есть такая поговорка один переезд равен трем пожарам речь конечно не о материальных убытках а прежде всего моральных потому что это и другое в равной степени является стрессом а так вот от этого стресса можно избавиться оказывается есть такая услуга когда специально обученные люди собирают за вас вещи сортирует их по коробкам перевозят из пункта а в пункт б и соответственно там распаковывают как все это работает смотрите прямо сейчас переезд разным трем пожаром пожар 5 человек и собака в одной квартире время и время работы работы первый переезд у нас на подъезде газели добрый день мы татьяна и алена мы профессиональные организаторы пространства и сегодня мы помогаем с переездом замечательной семье с тремя детками зачастую говорят что переезд равен трем пожарам а мы говорим что это радостное событие и начало нового этапа процессе работы мы деликатно упаковываем все вещи крупногабаритные такие как матрасы стенки изголовья кровати мы все это упаковываем в стрейч пленку для того чтобы она не не повредилась при переезде что-то более хрупкое упаковывается в пленку пупырку предварительно по желанию клиентов мы также можем приобрести организационные средства такие как коробки для упаковки они бывают разных размеров и габаритов стрейч пленка пленка пупырка скотч липкая лента для того чтобы все это грамотно упаковать перед тем как вещи упаковать мы все делим на категории и предварительно еще избавляемся от ненужных вещей чтобы не перевозить на новое место процессе сортировки находятся те вещи которые семье уже не актуальны мы помогаем одних избавиться экологично отправляя их магазин и вещеворот или пристраивая приютом для животных каждую категорию мы упаковываем отдельно в коробку запаковываем и обязательно маркируем подписываем каждую категорию мы маркируем своим определенным цветом а также можем обозначить скотчем если это хрупкая и любящиеся помимо этого мы составляем список всех вещей для того чтобы клиент мог на новом месте ориентироваться в своих вещах в каждой семье список категорий бывают различные он зависит от того какой состав семьи и от того в какую квартиру мы переезжаем в данном случае у нас есть две детские комнаты прихожая кухня это те вещи которые сейчас уже спланированы и разобраны вот таким образом при этом мы еще маркируем различными цветами и различными цифрами для того чтобы когда на новое место уже грузчики заносят коробки они сразу же распределялись по соответствующим комнатам это в дальнейшем сэкономит время и силы хозяевам без помощи алены и тани мы бы сегодня не переехали в один день мне кажется мы бы не уложились условиях когда значит дефицит времени много работы может конечно было все саму сделать привлечь друзей как по старинке да вот нагнать толпу все перевести покидать пакеты но когда дефицит времени много работы ты выделяешь там один день буквально приглашаешь профессионалов платишь им деньги и получаешь организованный переезд с гораздо меньшими затратами по времени по усилиям переезд получается просто и быстро наш сегодняшний переезд подходит концу и если вам предстоит аналогичное событие то вместе с нами организаторами пространства мы можем это сделать совместно более комфортным и организованным это beauty time программа о том что делает нашу жизнь яркой продолжаем выпуск первое от чего рекомендуют отказаться тем кто решил немного похудеть это от перекусов печеньками оладушками блинчиками конфетками и тому подобными мелочами которые они отражаются у нас голове как прием пищи но тем не менее очень сильно влияют на а нашу фигуру в конечном итоге поэтому у нас сегодня правильные оладушки с льняным семенем и гречневой мукой будем делать такой вкусный полезный перекус что нам для этого понадобится льняное семя гречневая мука кокосовое молоко и сода соду добавим в тесто чтобы немножечко у нас разрыхлилась для сладости добавим немножко сироп топинамбура ну и жарить будем на топленом масле немножко щепотка соли для начала нужно залить лен водой оставить его на ночь чтобы получилась вот такая жидкая консистенция и мы его не будем промывать именно в такой консистенции будем вмешивать в тесто у льня такая маслянистая структура да не случайно еще сей делают же масло льня да вот и поэтому она может кого-то смутить вот своей консистенции своей текстурой но это наоборот это полезные свой полезные ингредиенты выделились вот в эту жидкость такую вязкую жидкость начинаем с того что просто смешиваем все ингредиенты нам нужен стакан муки молоко стакан и семечки вот уже замочены сейчас добавляем все в миску оказывается делать что-то кулинарное для себя и делать что-то на камеру это разные вещи здесь надо показывать заливаем соду мы гасим лимонным соком добавляем две ложки сиропа топинамбура можно клюновый сироп можно стевию и и и и и и Для таких оладушков можно использовать не только гречневую муку, любую другую муку, цельнозерновую, кокосовую. Например, если использовать кокосовую, в сочетании с кокосовым молоком получится такой очень даже десерт вкусный. А сейчас мы украшаем уже готовые наши оладушки. Можно любыми ягодами, бананами и добавим сироп. Все наши сюжеты можно не только смотреть, но и пересматривать на YouTube канале Beauty Time TV, а также на наших страницах в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и пишите комментарии. Будем очень признательны за обратную связь. А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok